На третий день, вот сегодня третий день, как он у меня, мой мапсюля, решила заменить ему имя. Потому что живу-то я в двух странах, и если для России Адик это еще как-то ничего имя, вот как назвали его заводчики, да, то для Америки оно как-то звучит не очень хорошо. То есть полное это имя у него Адольф получается, ну даже в России, да, Адольф как-то с Гитлером не очень хорошо ассоциируется, вот. Вот, а еще когда его вот так вот будешь звать, Адик, 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 то есть получается по-английски звучит как Атик, 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 слышится. А Атик на английском это чердак, и когда человека на английском называют чердак, то это получается, ну, дурачок. То есть вот как у нас говорят, крыша съехала, вот у них так же чердак съехал, Атик, Атик, да. И я не хочу, чтобы вот это, плюс второе, второе значение, вот там спеллинг другой, Атик это наркоман, который ширяется именно. И, ну, не захотелось мне такое кошмар для него, то есть в коротком-то имени Адольфа Адик, да, для России еще ладно, как-то ничего, но Адольфом его тоже не будешь называть, потому что не очень красиво выходит. Ты сейчас все разнесешь у меня тут. И я ему дала сегодня имя, ну, я вчера уже решила, сегодня уже его называют Тедди. Как во всех странах, вы знаете, Тедди Бэр это медвежонок, медвежонок, с которым дети спят. То есть такая старинная история, да, вот он очень древний, весь мир его знает, многие детки спят с Тедди Бэром. Вот я его могу теперь называть Тедди Бэр, Тедди Бэр, Тедди, Тедди, мягкое имя, и во всех языках, что в России, что в Америке, что в Англии, ну, везде в Европе будет ассоциация именно с мягкой игрушкой плюшевой, с которой детки спят. И плюсом, когда в Америке говорят Тедди Бэр на кого-то, на ребеночка или на щеночка, это понятие, что он милашка. Что он кьют, что он симпатичный и миленький. То есть он даже когда вырастет, ассоциация с ним будет оставаться, что он все-таки милашка. Тедди, да? Сейчас ты Тедди, а? Тедди. Поросенька. Такая игрунка-поросенька. Так что с сегодняшнего дня, со вчерашнего вечера, он у меня Тедди. Тедди Бэр. Я могу его называть Тедди Паг, Тедди Паг, потому что Паг на английском это название породы. Мопс. Тедди Мопсик получается. Тедди Бэр, Тедди Паг. Ну и вообще, и звучание Паг, если ты его даже когда будешь звать Паг-Паг-Паг, то звучит он как хоккейная шайба Паг. У него мордочка как хоккейная шайба. А муж у меня хоккеист бывший. Так что даже, кто не знает, будет всегда интересное звучание. Что Тедди Бэр, что Тедди Паг. Просто Тедди мягкое звучание, не жесткое. Так что Адольф я решила убрать. Адик еще на русском, ну куда не шло. Но все равно ассоциация какая-то, как будто бы имя, это, как грузинское какое-то, или же армянское такое вот, да? Все-таки не русское. А Адольф ассоциация в России, конечно, с Гитлером. И я не хочу. И плюс Атик, когда Адик, 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 да? Да, вот это вот Атик, это наркоман, который ширяется, или же чердак, который съехал. Поэтому нет, нет. А еще же есть такая примета. Как ты назовешь, такое будет. То есть твой питомец. Так же вот, как помните, мультик в детстве был. Как корабль ты назовешь, так он и поплывет. Вот на самом деле я не хочу, чтобы он как Адольф плыл. Я хочу, чтобы он плыл, как Тедди Берр, как маленький медвежон. Two eyes, two eyes. My teddy bear has two eyes. I love my teddy bear. My teddy bear has one nose. One nose, one nose. My teddy bear has one nose. I love my teddy bear. My teddy bear has two ears. Two ears, two ears. My teddy bear has two ears. I love my teddy bear. My teddy bear has two arms. Two arms, two arms. My teddy bear has two arms. I love my teddy bear. My teddy bear has two legs. Two legs, two legs. My teddy bear has two legs. I love my teddy bear. My teddy bear has four paws. Four paws, four paws. My teddy bear has four paws. I love my teddy bear. I love you. My teddy bear has two paws.